Вероятнее всего, что сегодняшняя встреча не последняя, но мы будем следить за развитием событий. Пока к другим темам. Эксперты Общероссийского народного фронта сегодня решили проверить барнаульские камеры фиксации нарушений ПДД. Они оценили, насколько правильно установлены как сами камеры, так и предупреждающие знаки. Сейчас ко мне в студию присоединяется моя коллега Полина Жданова. Она тоже была в рейде. Полина, расскажи, сколько объектов вы сегодня проверили и все ли исправно? Все ли камеры работают как следует? На самом деле мы проверили очень мало объектов, то есть меньшую часть и вся основная работа экспертов ОНФ еще впереди. Но предварительно камеры расположены в правильном месте и находятся не нарушая никаких законов. Но это еще не все, что стоит знать о камерах видеонаблюдения и какие еще проблемы связаны с видеозаписью на дорогах. Я сейчас расскажу. По статистике Алтай-Автодора в Барнауле установлено 45 камер. Правомерность их размещения проверят в ближайший месяц. По закону они все должны быть в поле зрения водителей, поскольку основная цель видеофиксации не сорвать больше штрафов, а помочь дисциплинировать дорожное движение. Оценивается в первую очередь размещение от края нижней части от 0,5 до 2 метров в соответствии с ГОСТом 57-145-2016 года. Ну и собственно говоря расстояние технических средств организации дорожного движения, а именно размещение информационных табличек о предупреждении. Но тайная фиксация нарушений не единственная проблема. У камер есть погрешности, из-за которых штрафы получают даже те, кто правила не нарушал. Можете себе представить сумму штрафных, которая собирается благодаря этим погрешностям, если за 24 часа в центр автоматизированной фиксации Барнаула приходит около 3000 фото и видеоматериалов якобы с нарушениями ПДД. Мы решили опросить барнаульских водителей, попадали ли они на штраф без реального нарушения. Как оказалось, большинство даже не вдаются в подробности, а просто исправно платят. Как часто вас фотографируют? Ну, раза два. На каких участках? На Ленинском и на Строитинском. У камеры сейчас снимают нарушения, значит, она была. Сколько раз у вас так получалось? Очень много раз. Раз 50 точно. Это на светофорах? На светофорах, по трассе. Я часто. Фото всякие приходят, то с камер, то оттуда. Я уже не помню, знаешь, что с фото. Именно в Барнауле это было. Я не с Барнаулом, но в Барнауле было. А то есть вас, в принципе, фотоют часто, но нарушения было одно? Ну, я просто езжу далеко. Ну, как, радары стоят, где камеры, радары. Несмотря на то, что материалы нарушений доступны и водителям, и на фото часто видно, что по сути не нарушал, ну, например, не пересек стоп-линию, доказать, что ты не виноват, сложно. К камере виднее. Особенно фиксация грешит зимой, когда стоп-линии и вовсе спрятаны под снегом. Но минимизировать эти самые погрешности никто не собирается. Они, по словам официальных владельцев камер автодорстроя, допустимы. Получается, что видеофиксация настроена не в пользу автомобилистов, потому что, как правило, погрешность больше склоняется именно в сторону штрафов. Есть технические характеристики, которые предусматривают. Ну, в нашем случае таких фатальных каких-то нарушений на комплексах не было. Сотрудники ГИБДД сказали, что если человек уверен, что правила не нарушил, он может оспорить штраф в течение 10 суток и попытаться доказать, что платить его не должен. Но, как правило, в дорожной полиции камерам верят больше. Кстати, их количество на дорогах с каждым годом будет только увеличиваться, в отличие от инспекторов. Их, напротив, сокращают. Ну, не знаю. Мне кажется, что камера не может заменить живого человека, живого эксперта. Быть может, я, конечно, ошибаюсь в этом вопросе. Будем соблюдать правила дорожного движения. И спасибо, что присоединилась к нам в студию. Спасибо. Спасибо.